Приветствую вас, Лилия. Я думаю, что вас Лилия зовут. Вы знаете, Лилия, вот, ответить на ваш вопрос, да? Именно на вопрос, что вы задаете. Можно очень просто, на самом деле. Для этого достаточно будет указать вам на то, как вы, грубо говоря, воспринимаете свое имя. То есть вы не называете себя Лилия, да, вот как бы полное имя Лилия, нет. Вы в сокращении Лилия. Почему в сокращении? Потому что вы не чувствуете себя значимым. Вы не чувствуете себя важным. Вы не чувствуете себя, как бы, ну, достойным. Достойным. И, собственно, почему вы себя так не чувствуете? Из-за чего вы себя так не чувствуете? По какой причине вы чувствуете себя иначе? Вот, ну, по-другому. Это очень важный момент. Очень важный момент. Дело всего в том, здесь, здесь, здесь дело в том, что именно отсутствие у вас адекватной по отношению к самой себе самооценке. И привело к тому, что вся эта ситуация стала возможной для вас. То есть это достаточно, ну, это достаточно простая история, когда человека не очень уверенного в себе, человека, который склонен смотреть на людей снизу вверх других, человека, который сравнивает себя с другими и сравнение это не в свою пользу, ну, никогда сравнения в свою пользу не было, когда ты сравниваешь себя с кем-то, вот. Это классическая история для вот такого человека. Вы, по сути, нашли для себя то, что искали. Вот. Вы искали человека, которому нужно было бы сползать, которому нужно было бы угасить, да, за которым нужно было бы идти, да, вот именно за ним идти. Нужно было бы. Вот. И вы, собственно, это делали. И делаете, наверное, до сих пор. Ну, я не знаю, просто, как у вас отношения сейчас. Вот. И всё это перемещается. То есть, понимаете, это всё перемещается тем, что вы кого-то улучшите, тем, что к вам предъявляют требования, потому что вы сами к себе предъявляете требования. Вот. То есть, по факту, основа всему, это заниженная самооценка. Вероятно? Вероятно. Здесь ещё есть, что, проблемы с личными границами, но это совершенно точно, это невероятно. А, вот. И здесь есть некая такая установка, что я должна быть, вот, только с мужчиной, да, а сама по себе я, ну, никуда не иду. То есть, мне нужен мужчина и всё. Вы же почему-то позволяли, там, родителям мужа, да, указывать вам, что делать. Вы же, там, почему-то позволяли, там, себе указывать, ну, точнее, вам указывать то, что делать вам же, да, другим людям и так далее. То есть, вот это всё, это, у этого есть основания, у этого есть причины, понимаете, Лиля. Эти причины, они находятся в вас, они находятся в том, как вы воспринимаете своего мужа, себя, его родителей, семью, любовь и так далее. Понимаете, какая штука. И в какой-то степени ваш муж, он брав, говоря о том, чтобы вы показали, как реализовываться, потому что люди действительно не знают. Вот. Но вы перекладываете ответственность друг на друга, мы же перекладываете на вас, вы на него и наоборот. Это, опять же, позиция, я бы сказал, ну, деструктивная позиция, потому что, ну, извините, каждому из вас, каждый из вас либо хочет реализовываться и делать это, либо не хочет это, либо не хочет реализовываться и не делает это. Вот. Тут не нужно, знаете, не нужно каких-то игр, да, с горячей картофелиной, вот, перекидывание горячей картофелиной. Вот. Тут картофелина решается. Но у вас есть требования, у вас есть требования. Знаете, какая штука. Есть некая жертвенность, есть некое, некое вот это вот ощущение, наверное, несправедливость, что вот как, как, со мной плохо поступили, как со мной вот несправедливо поступили, да, что вот, ну, типа, что, что вот такое вот, вот так вот ко мне относились, то есть, вот указывали там, угрожали, приказывали, там, не прислушивались ко мне и проч, проч, проч. Ну так это же всё имеет место быть в том числе, потому что вы позволяли. Ведь на заре отношений, когда вы только-только начали встречаться, я уверен, что такого не было. И когда вы только-только познакомились с родителями, такого тоже не было. Но вы позволяли это делать, и это произошло. Следующий момент, это значение семьи. Вот очень явственно, я лично чувствую, что вам важно, ну вам важно значение семьи. Вот семья, вот семью, вот среди кого-то вы хотите, ну как сказать, быть. Среди людей вы хотите быть. Среди семьи, среди семьи вы хотите быть. Вот. А с чем это связано? Опять же желанием себя защитить. То есть с перекладыванием теперь уже на семью ответственности за то, чтобы себя защитить. За то, чтобы чувствовать себя безопасно, за то, чтобы, ну чтобы быть в неком равновесии. Вот. Понимаете? Какая штука. Я не знаю о ваших родителей, да, то есть как бы, ну, не знаю, какие они, но могу сказать, что вот по вам, по сути, по сути, ну это не самые, надо сказать, здоровые психологические люди. Ну то есть не здоровые, они не самые такие вот гармоничные, с точки зрения психологии люди. Вот. Как и родители вашего молодого человека, как и сам молодой человек, как и вы тоже, к сожалению. Вот. Мальчиковая штука, по-моему, что. А вы же давно вы находитесь в другом ликокарме, но вот можете ввести его в интернете, вниз, вот. И посмотреть, как это работает. Вот. На таком уровне, да? Ну, скажем так, постоянно. Вот. Вот, в принципе, что нужно вам работать в первую очередь с самооценкой, с лишними границами и учиться грамотно продвигать свои интересы, учиться, ну, неконфликтному общению, потому что сейчас у вас не получают, да? То есть вы либо подчисляетесь слепо, да? Либо, там, как-то вот бунтуете и так далее. Вот. То есть это, ну, такая, знаете, детская операция в какой-то степени. А, значит, играет человек на месте, ну, его зависимость, вот. Зависимость вылегает от посещения пустоты в жизни. Вот. И всё. Вы определитесь, какой вопрос хотите задать. Вот. Вы хотите света забрать? Или вы хотите понять другого человека? Потому что, если вы хотите забраться в себе, это одно, а разбираться в другом человеке можно очень долго, бесконечно, и ничего не будет, ну, никакого результата, да? Ничего не будет. Вот. Поэтому определитесь, пожалуйста, с этим. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.